здравствуйте дорогие друзья меня зовут ольга курунова и я рада вас приветствовать на своем канале мои дорогие друзья сегодня у меня открывается наверное новая рубрика ну что-то типа вязальных полезностей конечно я время от времени вам с вами делюсь тем что я умею и что я наработала но в общем решил я открыть новую рубрику здесь я буду рассказывать о разных нюансах вязание которые я знаю или умею внимание на сегодняшний день понятное дело что это мой взгляд на ту или иную ситуацию стоит с той высоты развития которую я достигла именно на данный момент времени не исключаю того что лет через пять информации может усовершенствоваться и быть более может быть даже и другой но на сегодняшний момент времени в общем вот итак тема сегодняшнего видео это преусловут преусловутый росток вы знаете мне очень много в последнее время приходит комментариев с вопросами типа а вы вяжете росток ну или а как вы рассчитываете росток она ребенка росток нужен еще есть такой а вы вяжете азиатский росток в реглане а вы вяжете росток только с разворотами по плечам или еще по центру с переда и спи переда и спинки ну то есть каждого плеча отдельно вопросов очень много и поэтому я решила сегодня все вот слить в одно видео и если что я буду сюда направлять просто людей которые ну не не каждый же смотрит все видео в общем так что я хочу сказать конечно же в интернете сейчас очень много разнообразной информации о ростке о вырезе горловины в общем очень очень много информации но на мой взгляд очень мало качественной и дельной информации в общем будем разбираться вместе так что же такой росток вот если сказать просто то это разница в высоте нашей спинки по отношению к высоте переда причем если мы исключим грудь то есть при этом эта разница не учитывает размер груди но чтобы вам было более понятно вы знаете давайте мы сейчас перейдем на мой манекен я возьму с собой маркеры и буду рисовать на манекене и объяснять вам то что я поняла что такое росток и так мои дорогие друзья я уж себя сегодня показывает не буду все внимание вот на эту белую голову вернее на белое туловище вот он манекен у меня таких несколько на всех я уже это видела ну и на теле человека рассматривая физиологию человека вот в общем можно понять взяла маркеры надеюсь они сотрутся потому что я буду рисовать прям по манекену для того чтобы вам все было понятно итак давайте начнем вот для начала я хотела бы обратить ваше внимание вот видите я поставила манекен таким образом сбоку к вам как правило вы всегда смотрите на себя в зеркало вот так вот и вам не видно что такое росток и вообще что это за зверь такой посмотрите вот наша шея 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 это труба да вот такая вот просто видите цилиндр цилиндр вот видите вот наше тело а вот наша голова которая крепится к телу вот этой шеи шею взяли и вставили в тело но ставили не вертикально вот ну вот например я возьму вот этот стакан вот вот наша шея видите как она стоит по отношению к туловищу вот видите я параллельно прям поставил стакан то есть если бы нашу шею создатель вот так вертикально поставил к телу вот наше тело вот вертикально стоит шея то ни о каком ростке бы у нас речи не было высота переда равнялась бы высоте спинки вот параллельно кружечка стоит смотрите фокус фокус я повыклоняю наклоняю вот смотрите вот вертикально 00 00 теперь я наклоняю шею вперед видите у нас как у манекена шея наклонена вперед посмотрите на своего мужа детей подруг вот и наклоняем видите вот это расстояние появилась вот оно было вертикально никаких ростков не было ты дым наклонили на спине появляется вот это вот расстояние у всех это расстояние разные и давайте я вам в общем поняли да вот сейчас я вам как раз таки и нарисую давайте вот я я девочки это все примерно я рисую примерно вот здесь вот здесь у нас проходит середина плеча шов плечевой шов вот видите да давайте я зайду на шею кстати давайте обрисуем нашу шею посмотрите так как шея наша наклонена вперед то вот этот вырез горловины вот у нас вот здесь ямочка вот здесь вот видите да и вот так вот у нас вот этот вырос я дальше не буду рисовать вот так он проходит по переду крепление нашего цилиндра шеи к туловищу теперь давайте посмотрим сзади то есть вот она у нас шея это идиот идет 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 и уходит вот так вот назад вот это все крепление вот здесь я неправильно вот так вот он идет вот вот видите да вот это все шея вот эту нашу шею взяли и дым к туловищу приставили вот оно наше крепление вот что такое росток вот наш плечевой шов нарисовали давайте от плечевого шва раз это разница и разница именно у основания шеи вот это росток это разница между спинкой и передом высотой спинки и переда именно в основании шеи потому что как вот такой бугорок появляется да когда вот вот кружечка наши вот здесь появляется бугорок вот здесь он не там не там не там не на талии не внизу а вот здесь и чему же он равен ой я попробую сейчас так ну вот например на уровне плеча спереди и сзади я просто вот так вот вертикальные линии проведу вот и так давайте даже чтобы вы мне не сказали что я где-то смухлевала четыре с половиной и четыре с половиной сюда и проведу вертикальную линию здесь так вот она и здесь вот она провела две вертикальных линиях по переду и по спинке вы видите эту разницу вот как раз вот про эту разницу вот это минус вот это и будет росток в принципе на себе это тоже можно визуально чуть-чуть замерить и давайте посмотрим какая разница по переду на моем манекене это на манекене на человеке будет у всех разные значения пять с половиной ну вот где-то пять сантиметров вот я видите здесь немножечко ушла да бог давайте я косая же но здесь линейку не возьмешь вот вот как чтобы строго уж вертикально было все на пальцах объясняю вот четыре сантиметра по переду разворачиваем мы тоже самое расстояние взяли вот наше плечо что здесь было четыре с половиной сантиметра что здесь четыре с половиной сантиметра а по переду у меня по спинке у меня семь сантиметров поняли здесь четыре с половиной а здесь все вернее там 43 сантиметра как раз росток вот что такое росток вот видите ты здесь по плечу мы взяли одинаковое расстояние я вам вот четыре с половиной и четыре с половиной то есть от этой линии вниз одинаковое расстояние провела и вот этот бугорок на шее вот он и есть ростком у себя вы можете также замерить визуально и еще вопрос про горловину посмотрите как у нас шея крепится она крепится овально вот овал такой образует крепление опять-таки шеи к телу есть не засунули цилиндр в тело и получили вот такой вот вырез горловины вот так вот у нас идет горизонтальная линия и вот такой у нас вырез минимальный вырез который может быть по спинке то есть мы по спинке обязаны делать вот такой овал то есть вырез горловины которое мы с вами вяжем вот и по Давайте посмотрим опять на этом же манекене. Вот, я же вам все нарисовала, да? Вот и вот. Вот до этой впадины это минимум, на который мы должны опускать горловину по переду. Мы не можем ее вот сюда опустить. Она нам будет душить тело, душить шею. Неудобно, некомфортно будет. Вот это минимум. То есть мы можем и ниже опускать, как нам там заблагорассудится, но вот это выше уже не можем, вот этой ямочке нашей. И давайте посмотрим, какой же у нас относительно плеча будет вырез по переду. Ну, грубо говоря, 11 сантиметров, если мы ровно возьмем. Вот, 11 сантиметров. Видите, да? А по спинке, ну, мы понимаем, что вот он. Ну, вот он относительно горизонтали. 3 сантиметра. А относительно шва 4 сантиметра. То есть опять этот росток приусловутый сюда попадает. Получается 4 сантиметра. Вот так вот, мои дорогие, я вам на пальцах объяснила, что такое росток. Вот с помощью этого манекена, надеюсь, это все ототрется. Пожалуйста, напишите мне, вам было понятно. Сейчас мы перейдем за стол, и я вам расскажу, как я его рассчитываю. По петельному видео, конечно же, не будет, но технологии расчета я вам предоставлю. Итак, мои дорогие друзья, вот я приготовила два изделия. Они, конечно, это вот еще не довязано вообще распускаться будет, но не важно, здесь горловина выполнена идеально. Давайте посмотрим на одной. Вот. И куда же наша разница между передом и спинкой идет, и где мы ее можем увидеть в изделии. Где мы можем увидеть в изделии, связанном сверху вниз, регланом. Вот здесь регланные линии проходят. Вот они. Где мы можем увидеть самый этот росток. По переду регланная линия у меня начинается вот тут. По спинке регланная линия начинается вот она. Вот здесь. И вот эта разница и есть росток. Плюс вывязывание горловины. И по спинке, и по переду обязательно. Ну, это на мой взгляд. Я никого не принуждаю. То же самое и в этом изделии. Здесь другая горловина. Здесь строго горловина круглая. Видите, она как бы заходит на спинку. Вот этот вот. Он вот не так вот лежит, а как бы заходит вот так вот на спинку, делая вот такой вот валик. Мы видели это с вами на манекене. Вот такой вот бугорок условно на спинке. Горловина сидит замечательно. Вторая горловина. Чуть-чуть другая. Здесь, если я ее сделала глубже и круглее, то здесь я ее такой... Вот нельзя назвать лодочка. Круглая горловина, но она более короткая, но более широкая. она большая по размеру. Вот эта горловина маленькая, а эта вот насколько больше. Она тоже круглая, просто она пошире. Расстояние между плечами меньше здесь. Вот здесь. Поняли, о чем я говорю? И здесь. Вот у меня... Так, сейчас мы выровним. Выровним. Вот. Одна регланная линия и вот вторая. Чтобы они на одном вот так вот месте были, чтобы у нас все было точно. Вот здесь у меня вот эта регланная линия начинается по переду, по спинке. Она вот она где. Вот. Вот здесь начинается она по спинке. Вот. Вот эта разница и есть вывязанный росток. Вот о чем я вам показывала на манекене что и что это в изделии. Теперь будет резонный вопрос. А как это рассчитать? Одно я изделие уберу. Давайте возьмем стандартно круглую горловину. Вот она. У меня, но она, к сожалению, там провязана, поэтому... Вот наш круг и вот наши линии. Горловина по спинке и горловина по переду. Сейчас я возьму черновичок и будем с вами рисовать. Положу ее с краю. То, что я вам сейчас показала. Вот он наш круг. А шея это круг, цилиндр. Вот он наш цилиндр. Вот так у нас уходят регланные линии. Сегодня о реглане, о расчете реглана говорить не буду, только о ростке. О реглане уже есть видео, где полностью расчет реглана. Как его рассчитать? Оставлю ссылочку внизу. Здесь только будет горловина. Так, я, девочки, пойду и замерю у своего манекена. Вообще-то я его сейчас сюда принесу и сюда положу и вместе замерю. Кое-какие замеры я не сделала. Как хорошо, что манекен можно таскать. И сейчас я замерю глубину нашего выреза. По переду у нас было 7 см, по спинке 4 см. И 4 см. был у нас росток. Правильно? Ну, если плюс-минус, вы поймите, здесь я просто теоретически. Я смотрю, у меня, ну вот у меня, если шею мерить, то она вот, вот шея. Но так как она наклонена, стакан вспоминаем, да, вперед, то вот этот вот вырез, то есть основание шеи, прилепленное к телу, не является, размер, вернее, шеи у нас вот такой. Это будет 32 где-то сантиметра. А размер этого выреза, вот, где шея крепится, будет однозначно больше. Вот так шея крепится, но вот не могу, вот по этой линии, поймите, что я вот по этой линии, замеряю, которую мы с вами рисовали. И вы у себя на теле будете примерно рисовать линию и ее замерять. Ну, возьмем условно где-то 43 сантиметра. Давайте, чтобы легко считать было, возьмем 44 сантиметра наша шея. Все, уходи, манекен. Итак, шея 44 сантиметра. Не знаю, нужна мне будет это или не нужна. Ну, ладно. У меня высота, вот я высоту, как это сказать вам, спинки относительно переда, начинаю замерять вот отсюда разницу. То есть, росток я вывязываю вот отсюда и, ну, где-то вот досюда. давайте возьмем его росток именно вывяжем по плечам, как многие любят вывязывать только по плечам. То есть, мы разворачиваемся только по плечам. Мы рассчитаем росток только по плечам, но еще вдобавок сюда пустим V-образную, ой, вернее, вырез горловины расчет. Кстати, горловина у вас может быть и V-образная, и прямоугольная, какая захотите. Здесь мы рассматриваем круглый вариант, но на основании круглого вы поймете, как рассчитывать другие виды. круглый рассчитывать тяжелее всего. Итак, значит, сам росток у нас, высота, высота спинки по переду 4 см. Так, это мы знаем. Дальше глубина выреза относительно средней вот этой полосы, то есть, у нас шов же как бы плечевой. Шов здесь проходит, правильно? Половина реглана на одно плечо, половина на другое, а шов середина вот тут. И вот, значит, у нас глубина выреза по спинке, которую мы с вами замеряли от плечевого шва, она равняется 4 см. А глубина по переду 7 см, правильно? Это минимальная, то есть, она может быть 8, 9, 10, не меньше 7 см. По манекену. Мы сейчас рисуем изделие на манекен. У каждого из нас разные шеи, запомните это. На этот расчет вы замерьте свою высоту. То есть, от плечевого шва вниз, где у нас шея крепится к телу по спинке, это 4 см, от плечевого шва вниз, до этой вот точечки спереди, до ямочки возле шеи, посередине нашего тела, где соединяется шея с телом, есть ямочка, вот от этой ямочки до плечевого шва на манекене 7 см. У меня больше, у меня где-то 8-9 см, по-моему. Так, вот, и 4 см, это я вот здесь показала росток. Это вырез горловины по переду, это вырез горловины по спинке, а это росток. Ну, а все, остальное дело техники. Например, я сейчас не даю расчет, например, у нас здесь 20 петель. Вот этот вот, наш регланное плечо наше 20 петель. Например, и в одном ряду, ой, так, и в одном сантиметре у нас пусть будет, ну, 4 ряда. 4 ряда. Это плотность нашего вязания. И 20 петель у нас плечом. Это мы рассчитали с вами как будто бы реглан. Теперь 4 см нашу высоту ростка мы умножаем на 4 ряда и получаем, что у нас вот здесь будет 16 рядов. То есть, у нас росток будет состоять из 16 рядов. Всего у нас 20 петель. Вот здесь вот развороты, как мы любим делать на ростке, разворот с этой стороны, с этой стороны. Разворотов будет в 2 раза меньше, чем мы рядов провяжем. То есть, каждый разворот захватывает в себя 2 ряда. 16 мы делим на 2, получаем 8 раз нам надо будет развернуться. 8 раз и здесь 8 раз. Так, это понятно. 20 петель на 8 у нас не делится. У нас на 8 делится 16 петель. Да? По 2 петли будет. 8 раз по 2 петли. Так, это будет 16 и еще 4 петли. мы добавляем вот сюда вперед. Ну, то есть, так, как бы вам еще нарисовать. Ну, вот наши регланные линии, вот наши 20 петель. Мы их должны поделить на 8 частей, условно равных. На 8 они не делятся. То есть, это по 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 на 8 это 16, а у нас 20 петель. Мы еще 17, 18, 19, 20. То есть, получаем, что мы при развороте каждый раз будем захватывать сначала 4 раза по 2 петли и потом 4 раза по 3 петли. Видите, как я вам досконально объясняю. Так, все, если мы будем делать туда-сюда развороты только по плечам, вот по этим частям, ну, то есть, вот так вот разворачиваем, мы вывяжем с вами росток. То есть, мы вывяжем вот эту разницу. Так, сейчас правильно, вот. Мы вывяжем вот эту разницу. Вот здесь у меня начнется перед, а вот тут у меня, вот он, начинается спинка. Вот, вот. Так. Подождите. Вот, начинается перед, а вот у меня, вот где, начинается спинка, вот она. Вот эту разницу мы вывяжем, если мы будем просто проходить по плечам. но тогда у нас выреза горловины не будет и у нас здесь будет прямая линия. То есть, вот здесь-то будет овалом идти, а дальше оно пойдет вот так прямо. У меня-то, видите, вырез-то полукругом по спинке. Смотрите, он же очень красивый, правда? Вот он, жик, вырез полукругом и полукруг по переду. Шея, круг, нам надо в идеале получить вот здесь круг, а не прямоугольник. Если вы будете разворачиваться только по плечам, то у вас разрез, получится прямоугольник. А как мы круг впишем в прямоугольник, никак, будет некомфортно на теле. Будет все давить, душить и будет неприятно. Другое дело, если вы хотите коре вырез, вырез коре, который глубокий, вот такой вот он идет и вот так, там тоже расчет будет совсем другой. Тоже рассчитайте самостоятельно. Мы сейчас говорим о круге. Поэтому росток мы вывезли, то есть мы вот здесь вот все рассчитали. Так, какой же мне еще маркер взять? Давайте начну черным. Следите за моими руками, потому что здесь вот такая колесица, но я думаю, что если вы будете следить, вы все поймете. Теперь, сейчас мы с вами рассчитаем вот эти 4 сантиметра, то есть нам нужно рассчитать вот этот вот углубление по спинке. 2 сантиметра у нас идут вот они, правильно же, у нас же здесь 4, 4 делим пополам, половина на перед, половина на спинку, то есть из этих 4 от плечевого шва вниз мы уже 2 сантиметра с вами расписали, мы их вяжем вот так вот по 2, по 2 петли 4 раза. Это будет у нас уже 2 сантиметра, а вот 2 сантиметра мы должны захватить все вот эти петли. Каким образом? Мы же можем по одной петле захватывать, а потом по 20 в конце, да? Или мы можем равномерно захватывать, ну, например, у нас здесь, я не знаю, ну, пусть будет, так, если здесь 20, то здесь, ну, пусть будет 40, просто, условно, ни к чему не привязываюсь. Примерно 40 петель, половина из этих 40 петель будет 20, вот эти 20 петель мы вот сюда должны разделить. Как я делю? А если мы будем 20, так, нам 2 сантиметра осталось вот на этот вот вырез, 2 сантиметра мы уже по плечам взяли и еще 2 сантиметра на вырез. Но, 2 сантиметра это 8 рядов, 4 ряда в 1 сантиметре, в 2 сантиметрах 8 рядов, значит, здесь будет 8 рядов. 4 разворота, да? Ну, 8 рядов дают нам 4 разворота, ну, такая какая-то смешная схема, у меня здесь, как правило, ну, разворотов 10 бывает. Ну, наверное, от того, что тонкие изделия вяжу, неважно. Сейчас мы в теории рассматриваем. Как бы я эти 4 разворота? Вот здесь бы я взяла по одной петле, ну, если разворотов больше, там не, ой, простите, да, 8 рядов, 4 разворота. Если больше, то я бы взяла 1, 1, 1, потом бы 2, 3, 4, 8, 10, 15. То есть ближе к центру я беру большее количество петель за раз захватываю. То есть из 20 петель я, например, здесь делаю 14 за раз. Потом 1, 2. Отсюда, с края, всегда сначала одну петлю захватываем, можно несколько раз по одной петле, если у вас много петель, тонкое полотно. Ну, а если толстое полотно и мало петель, то хотя бы 1 раз по одной петле захватить, 1 раз по 2 петли и потом уже, ну вот, например, из 20-14 я общей суммой оставлю вот тут на спинке и осталось сколько у нас? 3 раза же мы уже захватили, еще 1 раз нам 4 надо, 8 рядов, 4 раза надо пройтись туда-сюда. 1, 2, 3, 14 плюс 2, 16 плюс 1, 17. Осталось 3, значит 3 петли. 1, 2, 3, 14. Вот так. И с этой стороны это все, вот это все правая часть симметрично переворачивается влево и переписывается. И дальше начинаю я вязать, у меня не хватает маркеров. Возьму яркий, видно вам будет? Ой, совсем не видно. Так, а этот, вот этот видно. Так, вот, вот здесь, вот здесь, у меня как правило 2 петли регланной линии, так легче всего вязать, поверьте мне, как минимум 2 петли. И между этими двумя, одна, одна, вот 2 петли, между ними маркер начала вязания. Вот он, это первое начало вязания, у нас их будет 2. Вот здесь мы провязали, здесь постоянно делаем добавки по нашему расчетному, по нашему регланному расчетному какому-то ритму, про него мы сегодня не говорим, напомню, здесь мы говорим только про горловину. И мы начинаем. Провязали, сделали добавку или не сделали, как нам надо по нашему расчету. Захватили одну петлю, развернулись, пошли сюда, захватили здесь 2. Развернулись, захватили здесь 2. Развернулись, захватили 2. Развернулись, захватили 3. Развернулись, захватили 2. Развернулись, захватили 14. Мы пришли к середине спинки. Мы ее бросаем. вот я прям отрываю нитку здесь и привязываюсь ниткой вот сюда но привязываюсь на изнаночной стороне то есть я начинаю изнаночную сторону вязать сюда захватывая как и здесь одну петлю потом поворачиваюсь вижу уже лицевой ряд делая здесь добавки какие мне нужны захватываю сюда две петли как и тут разворачиваюсь захватываю сюда 3 петли разворачиваюсь сюда две петли сюда 14 петель после того как я пришла сюда я пришла на изнаночной стороне вот я на изнаночной пришла и пошла дальше вывязывать горловину уже по переду по переду расчет идет аналогично чем на спинке только здесь больше расстояние 7 сантиметров здесь у нас так 7 сантиметров это у нас 7 сантиметров умножаем на 4 ряда получаем 28 рядов нам нужно пройти но четыре ряда вот эти два сантиметра 8 рядов мы уже из этих двадцати восьми прошли 28 минус 8 получится 20 рядов по переду нам надо провязать вырез горловины раз 20 рядов а так как мы будем ходить туда-сюда один разворот у нас будет включать два ряда 20 делим на 2 получаем 10 разворотов по переду нам надо сделать ну и вот вот так делаем как я делаю так же как по спинке я делаю 14 так нет у нас же здесь тоже будет 20 петель да я делаю 1 1 1 1 1 1 1 8 раз например потом делаю 2 или 7 раз по одной петле захватываю это вот все вот методом проб и ошибок потом 2 петли потом 3 петли так 7 раз по одной петли это 7 петель плюс 2 петли это 9 петель плюс 3 петли это 12 петель вот за 78 за 9 раз я 12 петель захватила у меня их 20 остается вот здесь 8 до центра поняли этот расчет понимаю что каракули слушайте мои слова о чем я говорю 1 1 1 1 1 7 раз потом 2 потом 3 потом 8 всего 10 раз и у нас будет провязано 20 рядов и вырез по горловине у нас будет круглый потому что по центру всегда мы много берем относительно много в процентах не могу сказать я пока не придумала это число в процентах это зависит от плотности материала это зависит от вашей толщины шеи от вашего глубины шеи насколько глубоко ваша шея влипла в тело ну вот короче вот так вот методом на пальцах я пытаюсь вам объяснить все после того как мы ну вот мы рассчитали с вами мы разворачиваемся идем сюда здесь мы все уже петли провязываем захватили здесь одну петлю разворачиваемся идем сюда но делая добавки конечно по регланным линиям это само собой так а нет мы же еще вот сюда вот приходим еще здесь не все захватили по до конца нашего плеча то есть у нас еще тут остались мы вот так вот ну гуляем 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 потом начинаем захватывать петли переда уже гуляем вместе с передом то есть мы таким образом уже росток не вяжем а вывязываем только глубину грунт горловины по переду чем больше вот этих единичек мы будем захватывать тут тем глубже мы сделаем вырез горловины но если мы будем до конца захватывать единички то у нас получится вот такая вышка вот видите да то есть если мы каждый раз будем по одной петле захватывать 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 то у нас вырез горловины с автоматически становится вышкой воля вот так вот мои дорогие вот такие каракули я вам сегодня нарисовала постаралась вам объяснить что же такое росток как я вывязываю росток как я в рассчитываю росток и еще смотрите я забыла пока была на манекене объяснить вам одну штуку манекен придется тащить ну я думаю будет понятно многие из вас спрашивают вижу ли я азиатский росток когда я вывязываю реглан что такое азиатский росток азиатский росток это когда мы с вами все уже вывязали 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 уже все вывязали все наши регланной линии нам надо соединять изделие и мы начинаем вязать только одну спинку например эти же 4 сантиметра высоту ростка то есть мы 4 сантиметра вяжем одну спинку потом мы все вместе соединяем и вяжем дальше как это смотрится на теле вот посмотрите сейчас буду рисовать на нашей машинке вот наша средняя линия линия по плечу ну вам конечно же не видно но при вот она вот наша средняя линия граничащие дельделящее спинку и перед и посмотрите у нас вот это расстояние вот отсюда и до сюда по плечу она абсолютно равно вот этому расстоянию отсюда и до сюда по плечу то есть росток у нас плечо не захватывает росток это то что у основания шеи вот этот вот эта опухоль спинная вот это вот у нас же шея вот так поворачивается вперед и она соответственно вот тут только вот в этом месте действует росток здесь плечо абсолютно симметричной передняя часть к спинке что мы делаем когда мы провязываем азиатский росток а у нас получается что по переду мы вывязываем ну например где-то вот тут у нас соединение скажем но обязательно здесь у нас будет подмышечное расстояние я всегда беру за подрез вот сколько у нас подмышкой вот эту ширину я всегда делаю подрез не меньше больше могу для свободы облегания меньше нет это еще к сведению просто так вам говорю уже это касается нашей сегодняшней темы и так азиатский росток по переду мы вяжем вот такое расстояние ну когда вывязываем наши регланной линии и по спинке и потом мы по спинке то есть мы провязали например вот до сюда и потом по спинке вот эти четыре сантиметра которые мы не тут вязали а мы пытаемся их сделать азиатским ростоком сюда и и потом мы вот эту спинку который у нас по размерам регланная линия и плюс вот эти четыре сантиметра поднимается вверх в месте ростка у нас все замечательно все превосходно мы решили проблему с ростком но у нас возникает другая проблема у нас возникает перекос в возле руки вот это лишняя часть то есть она же нам-то росток нужен был только по шее а мы же с вами вывязываем полностью всю спинку и плечо и шею и все вместе и получается если мы азиатский росток вяжем у нас вот эта спинка она сюда поднимается здесь делает хорошо а вот тут делается безобразие у нас идет перекос наперед руку рукава и вот этот шов он у нас уходит туда вдаль вот эта проблема я не решила ее пока еще не размышляла по этому поводу я просто бросила вязать азиатский росток в принципе его и не вязала никогда на реглане азиатский росток это круглая кокетка вот когда вы вяжете круглой кокеткой и потом вы провязываете спинку и у вас кокетка поворачивается вперед и у вас шов вот этот автоматически переходит сюда у вас же круг кокетка это круг и она перед не перекашивается уже и и все становится отлично на свои места только при круглой кокетке это мое мнение на сегодняшний день пока я азиатский росток в реглан вписать не смогла но и не вижу в этом целесообразности потому что можно вот так поизвращаться это первый раз сложно когда вы смысл поймете будет легко рассчитать любое изделие и любой воротник в-образный круглый квадратный типа каре он тоже он не будет просто так вот как бы мы просто бы не вязали у нас тогда вот сюда поднимется наша шея если бы мы вот эти танцы с бубном не делали вот эти и вот эти у нас бы был прямой вот так вырез как раньше мы все вязали я в частности вязала дети когда у меня маленькие были я так вязала но она не сидела по шее почему я не любила раньше реглан после того как я научилась вязать вот так вот с этими с вращениями реглан мне начал нравиться и он стал очень когда и без ложной скромности я могу вам показать мне вот это вот очень нравится горловина именно здесь почему показываю именно здесь потому что я очень мало вяжу для себя у меня всего несколько изделий для себя связанных регланом вообще она вот одно есть еще летняя такая кофточка но в общем вот не нашла ее сегодня чтобы вам показать вот это вывязано все по правилам но пошире я захотела вырез шире и и по вот здесь вот минимально сделала здесь у меня вырез поглубже то есть не 7 сантиметров условно как на манекене все 10 вот этот вырез итак хочу подвести итог значит первое мне задают вопросы а на детей нужно делать росток ребенок ребенок это тот же самый взрослый шея у него тоже цилиндр его шея тоже повернуто вперед так же все как у взрослых неважно новорожденный это ребенок либо это ребенок уже взросленький либо это подросток абсолютно неважно единственное что у маленького новорожденного ребенка вот это вот шея маленькая поворот шеи вперед маленький и росточек будет сантиметр два ну в общем вот так а у взрослого ребенка уже как у взрослого будет такой же абсолютно росток итак первый вывод ребенок тот же взрослый только маленький росток на ребенка обязательно вывязываем для его удобства чтобы на шейку ничего не давила азиатский росток это плохая история для реглана это моя точка зрения третий вывод это то что вырез горловины по спинке и по переду вывязывать обязательно нужно потому что наша шея она круглая а не прямоугольник прямоугольник в круглую шею вставить неудобно ему будет некомфортно вернее круглую шею в прямоугольное изделие ну вот мои дорогие друзья я ответила постаралась ответить на большинство ваших вопросов по ростку вот мои дорогие друзья об этом я сегодня с вами хотела поговорить я надеюсь вам было информативно полезно что-то я возможно до вас донесла пожалуйста оставляйте обратную связь пишите комментарии чтобы я понимала нужно вам это или не нужно понятно я объясняю или непонятно я буду совершенствоваться буду знать и как вам снимать видео если есть вопросы задавайте я что знаю вот так на пальцах на рисунках на манекенах вам объясню попробую до вас донести ту информацию которую сама до которой сама доросла скажем ну а на этом я наверное с вами буду прощаться благодарю вас за внимание ровных вам петелек здоровья благополучия мирного неба и всего самого-самого хорошего до свидания скоро встретимся до свидания Продолжение следует...